Я вас приветствую, дорогие мои друзья и подписчики моего канала. Сегодня самый необычный день, самый длинный день году, день 21 июня, день солнцестояния. Я проснулась очень рано, выпила со своей кофейной феей чашечку кофе, она всегда меня угощает утром кофе. И честно скажу, очень захотелось что-то сделать приятное в этот день, заняться творчеством. И захотелось поделиться этим творчеством именно с вами. Дорогие мои друзья, потому что вот эти куклы, они очень здорово украшают ваш дом, делают дом уютным, прекрасным. И поэтому всем, кому интересно, присоединяйтесь. Я думаю, вам понравится моя кофейная фея и она вас тоже будет радовать утром чашечкой кофе. Ну что, присоединяемся и начинаем. Итак, что нам понадобится для нашей кофейной феечки? Обязательно выкройки. Выкройки вы найдете в конце под видео. Вы можете их распечатать, но вообще это оригинальные выкройки и именно те, которые есть в свободном доступе в интернете. Это выкройка банный ангел и он же у меня кофейный ангел. Вот, сейчас я вам покажу, как они выглядят. Ножка, тело и ручка. Это выкройки тела. Потом вам нужно будет, это уже мои разработки, выкройка жилетика, крылышки, выкройка у меня кофточки и выкройка брючек. Все выкройки будут, напоминаю, внизу под видео. Вы их можете спокойно распечатать или перевести с экрана компьютера. Так что, переводим выкройки на листик и вырезаем их. Желательно их вырезать из картона. Это я рекомендую от себя, а вы делайте, как вам будет удобно. Итак, теперь пару слов по ткани. Нам нужна бязь бежевого цвета или хлопок. Вот такая молочная тканюшечка, кусочек, это у нас будет юбочка, молочного оттенка с коричневым узором. Для блузочки нам понадобится вот такая тоненькая текстурная, тоненькая хлопковая ткань. Для брючек у меня тоненький лен, но вы можете использовать любую тонкую ткань, коричневого цвета. Для крылышек нам понадобится молочный оттенок хлопка. Если сравнивать с белым, он молочный. Для крыльев лучше молочный в данной куколке. И для жилеточки я буду использовать вот такую мягкую флисовую ткань. И для жилеточки нам еще нужно будет обязательно нужен будет флизелин. Вот такой тоненький флизелин, самый обычный, чтобы мы могли продублировать эту ткань. Так как это трикотаж. В общем, по ткани я сказала. Теперь нам нужны обязательно ленточки, кружева. Что нам нужно? Основное это широкое кружево. Оно будет у нас использоваться внизу. Внизу этой юбочки. Два вида прошвы. Точно так же она у нас будет на юбочке, на рукавах. И, конечно же, вот такая тоненькая тесьма кружевная. Мы будем декорировать жилеточку и штанишки. И для волос мы будем использовать гребяную шерсть. Это натуральная гребяная шерсть. Если у вас такой нет, можно, конечно же, ее заменить на нитки. Да, еще, кстати, чуть не забыла. Нам нужно обязательно будет еще кусочек мешковины, кофейные зерна, всякие декоративные там элементы, розочки или еще что-то. Пуговичка нам одна понадобится, нитки-иголки, это понятно. И кусочек фоамирама нам нужно. Будет коричневый и черный для наших ботиночек. В принципе, наверное, все, я сказала. Ну что, наверное, уже пора приступать. Все, приступаем к нашей работе. Итак, дорогие друзья, мы берем кусочек телесной ткани размером 70 см на 35 см. Складываем ее пополам и переводим наши выкройки. Выкройку ножки мы размещаем вдоль, все выкройки у нас вдоль ткани, по долевой нити. И, соответственно, мы между выкройками соблюдаем расстояние, чтобы мы могли потом ее вырезать. То есть, на припуски, припуски на швы. И ручки мы распределяем тоже с расстоянием между друг дружкой. После этого мы идем на швейную машинку и прошиваем, прокладываем все строчки по контуру. Только вот здесь мы не зашиваем. Не зашиваем мы по верхним линиям и, соответственно, по верхней линии ручки. То есть, все так по контуру. У кого нет машинки, конечно же, можно сшить вручную, специальным швом, иголкой назад. Если кому интересно, пишите в комментариях. Я покажу, как это делать. Кстати, еще забыла вам сказать, что перед тем, как идти на машинку, мы скалываем в нескольких местах нашу ткань. И хочу поближе вам показать контур. Он, видите, четкий, тонкий и хорошо виден. Обязательно твердым карандашом рисуйте. Мягким нельзя. Будет потом проступать на лицевую сторону. Будет неаккуратно. Все. Я иду сшивать и сейчас покажу, что у меня получилось. Итак, дорогие друзья, я уже сшила на машинке нашу куколку. Смотрите, сейчас я буду немножечко укреплять швы вот этим клеем. Это клей для страз. Вот такой вот он имеет вид во флаконе. Свойства у него такие. Он очень похож на клей ПВА, беленький. Но когда он застывает, оставляет прозрачный такой след за собой. Его практически не видно. Я им буду укреплять некоторые моменты на голове, на ручках и на ножках. В предыдущих видео я рекомендую использовать клей ПВА с водичкой разбавлять и проводить по контуру полностью с двух сторон выкройку перед тем, как вырезать, для того, чтобы закрепить швы. Но в данном случае можно использовать только фрагментарно. Укрепить швы. И можно использовать вот именно этот клей. Он такой плотный. Мы его разводить не будем. Сейчас я вам покажу, как это я буду делать. Вот у нас голова. И вот наш носик. Я буду укреплять там, в тех местах, видите, какой вот он имеет. Такой густенький. В тех местах, где я буду делать рассечки. И вот так вот втираю пальчиком. Он пластичный. Он не делает жестким край. Поэтому я вот в последнее время приспособилась именно вот этим клеем я пользуюсь для того, чтобы еще как бы лишний раз себя подстраховать, чтобы не прорезать ткань, когда буду вырезать. Точно так же на ручках я делаю вот здесь. Тут самое тонкое место. Нам очень близко нужно разрезать. Я вот немножко вверх и по контуру по ладошке провожу. Все. Этого нам будет достаточно. Обводить полностью мы не будем клеем ПВА. Но кому-нибудь кто смотрел мои предыдущие видео, тот знает мой способ. Я его тоже так люблю. Но этот немножечко просто для меня быстрее. Вот. Люблю быстро все делать. Но надо все равно делать все очень тщательно. И вот здесь я тоже на пяточке на одной ножке и соответственно на другой провожу. И по носочку. Вот эти круглые места, где мы будем вырезать близко возле ткани. И еще можно вот здесь. Тут у нас тоже будет рассечка и с этой стороны тоже. Надеюсь, вам видно. Камера у меня стоит высоко. Поэтому немножечко возможно не очень вам видно, если лежит на столе. То есть мы проделали укрепление вот в этих местах, где будут рассечки. И соответственно с изнаночной стороны мы делаем все аналогично. и так вот мы вырезали наши детали. Теперь мы будем делать рассечки. Сейчас покажу вам крупным планом. Вот здесь на шейке три штучки с одной стороны и с другой. Именно для этого мы здесь и укрепляли. Носик мы делаем вот здесь рассечку и вот здесь рассечку. И, конечно же, мы можем еще уменьшить наш припуск на шов за счет того, что у нас тут клей и он у нас очень хорошо вывернется. Здесь мы больше ничего не делаем. На пальчике мы делаем рассечку вот в этом месте очень четко и понятно. Естественно, мы можем опять же по кругу пальчика подровнять наш шов как можно меньше. Не бойтесь, если вы проклеили, все у вас будет хорошо. Немножко тут настрочила швы, потому что снимала видео одной рукой одной строчила и, конечно же, все очень одной рукой не очень получается. Вот так вот. Чем тоньше у нас шов будет на вот этих изгибах, тем будет аккуратнее у нас форма руки, когда мы ее вывернем. И на ножке мы делаем рассечки вот здесь на пяточке одну и впереди перед носочком можно таких три. И здесь, соответственно, можно подровнять уже маленькими ножничками близко ко шву, чтобы красиво была у нас круглая форма на носочке. Иногда можно, конечно, и не делать эти надсечки, так как у нас очень близко, если вы сделаете контур по всей, то можно не делать, но в принципе лучше их сделать все-таки с надсечками. Очень хорошо будет форма ноги смотреться. Здесь вливы, в общем, нитки мы все убираем, делаем все очень аккуратно. Все, сейчас будем выворачивать. Так, будем приступать к выворачиванию наших деталей. Будем выворачивать палочкой для суши и еще вам покажу, что я себе приобрела. Это вот такой зажим, им тоже очень удобно выворачивать и набивать. Буквально пару слов за него, потому что может быть будет кому-то это интересно. Приобрела я его в магазине, там где продаются медтехника, там продаются инструменты медицинские, здесь у него такие зубчики внутри, внутри, он сильно так вот сжимается и получается очень удобно его выворачивать, выворачивать детали, особенно тонкие, длинные. Очень им довольна. Кстати, как для разнообразия, но палочка нам всегда нужна все равно, потому что она нам без нее никак. Итак, показываю, как я буду выворачивать детали при помощи этого зажимчика. То есть, завели, потом ввели сюда, вот как бы открыли и ввели сюда кусочек ткани и потихонечку держа его, так мы закрепляем его здесь, мы начинаем вытягивать его. Вот, видите, как он крепко держит все. Очень быстро, удобно, но, конечно же, можно, все-таки, и нужно воспользоваться палочкой для суши, для того, чтобы все наши уже строчки, все их разровнять изнутри. Вот, толстая, видите, надо немножко тоньше, и иногда вот такие маленькие пальчики надо чем-то таким мягким, круглым продавить изнутри. Все, мы вывернули ручку, соответственно, мы все наши швы хорошо разровняли, и будем приступать к набивке деталей. Так же само мы выворачиваем тело, тело можно вывернуть просто ручками, и палочкой помочь себе голову, аккуратненько, носик нам нужно кругленьким сделать, вот, вы, как видите, все очень мягенько, все хорошо, никаких складочек, ничего нет, вот такие обтекаемые у нас получаются строчки. Итак, наполнять мы будем вот таким холофабером мягеньким, беленьким, они есть разные, есть потолще, есть потоньше, нам лучше, который самый мягенький, но есть еще мягче, совсем-совсем шелковистый, этот такой не грубый, но достаточно мягкий, средний, и так, кстати, вот этим зажимом очень-очень удобно наполнять, особенно тонкие детали, я очень мучилась, просто мучилась этими палочками набивать, а теперь смотрите, как работает зажим, захватили и начинаем наполнять, иногда мы можем просто вот этот наполнитель донести до самого кончика, вот взяли, и понесли вовнутрь детали, так вот зацепили, он цепляется, он хорошо держит эти волокна, они никуда не убегают, и вот так хорошо и очень комфортно, удобно этим зажимом набивать ручки, ножки, абсолютно все детали, ну именно тоненькие, особенно тоненькие, так что при помощи зажима или при помощи палочек, можно вот палочкой помогать утрамбовывать, то есть мы наполняем детали, наполняем половину ручки, и так мы наполнили половину ручки, теперь мы поворачиваем швом к себе, пальчиком, мизинчиком к себе, складываем эту деталь, и вот этот кончик должен совместиться с нашим мизинчиком, и вот этот зип мы отмечаем булавочкой, отмечаем булавочкой, вот такая у нас заготовочка получается, и аккуратненько мы еще немножечко еще добавим наполнителя вовнутрь, буквально чуть-чуть, тут уже не обязательно должно быть толстое, просто чтобы был какой-то маленький объем вот так вот такая ручка у нас должна быть в заготовочке именно в набитом виде так мы продолжаем со второй ручкой и продолжаем набивать ручки и ножки мы ножки наполняем точно так же до половины но достаточно плотно поэтому не спешим и наполняем плотненько плотненько помогаем себе палочкой как бы утрамбовывать вот сюда носочек особенно главное чтобы он был самый тоже плотненький чтобы не было где-то мягко где-то туго продолжаем наполнять этот процесс конечно же длительный я вам его на камеру показывать не буду сейчас наполню пол ножки и продолжим продолжу вам рассказывать что мы будем делать дальше так как мы наполняем ножку очень-очень плотно мы набиваем ее от носочка до половины теперь как мы отмеряем место где у нас будет коленка мы складываем нашу выкройку нашу заготовку до нашей пяточки вот эта мерка у нас будет здесь коленка такой ориентир для вас и у вас всегда будет ровно сделаем тут обязательно закрепку пока иголочкой после этого мы набиваем слегка чисто символически мы набиваем верхнюю часть нашего нашей ножки буквально чуть-чуть нам здесь уже объем не нужен но внизу у нас должна быть тяжелая ножка увесистая такая ощутимая вот 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 смотрите вот здесь набито здесь совсем не набито то есть как бы наполовинку набиваем потом она вот вот так разровняется и будет слегка набито вот такая она ножка нужна в заготовке все это уже готовая ножка и так мы продолжаем остальные ручки и ножки и соответственно набиваем наше туловище и так теперь есть моменты у нас когда мы наполняем наше тельце у нас тут очень тонкое место есть наша шея и ее нужно тоже правильно набить чтобы не было морщик не было вот вот таких моментов и немножко расскажу как я с этим справляюсь смотрите вот мы голову набили плотно шею уже начинаю набивать а здесь у нас уже пошел объем и неудобно и чтобы набить полностью это достаточно сложно чтобы не было этого дефекта я беру подталкиваю изнутри наш наполнитель до тех пор пока у меня не будет вот этих складочек вот как бы стараюсь это сделать изо всех сил и вот так вот держа в руке сильно я беру булавочки и вот так насквозь этими булавочками так даже на крестик только конечно же надо быть очень аккуратными так как я очень часто за ними за них цепляюсь или же брать более длинные иглы после этого нас как бы держится здесь наполнитель и не будет убегать вниз после чего мы опять продолжаем наполнять наполняем уже тут ручками ножничками я вот этими вернее одни ножички держатель я им уже себе только помогаю внутри проталкивать если надо уплотнить я им уже уплотняю внутри или палочкой почему показываю это детально потому что сама сталкивалась очень часто с этой проблемой и не знала как ее можно разрешить естественно опыт это великая сила и поэтому при помощи опыта я уже научилась набивать хорошо вот такие места чтобы они были красивые соответственно продолжаем видите натягивать если не натягивать получаются складки если мы натягиваем соответственно мы здесь пальчиками поддерживаем тут это очень важно каждое движение и вот этими или палочкой для суши мы проталкиваем вовнутрь чтобы он там оставался наш наполнитель протолкнули берем булавочки и опять же вот так их можно уже эту снимать фиксируем этот наполнитель ниже у меня уже и закончились булавочки можно просто иголочкой и продолжаем наполнять дальше до самого низа плотненько ну я так понимаю я кому было непонятно они разберутся если у вас есть такие проблемы а у кого было понятно и нет таких проблем то в принципе может вы мне должны посоветовать какой-то другой способ более облегченный или совершенно другой который тоже решает эти вопросы с наполнением вот этих зон кстати очень даже интересно потому что много мастеров и у каждого свои секреты сейчас мы наполним до конца и будем убирать естественно булавки и смотреть что из этого получится вот так у нас уже проявляется картинка еще надо тело должно достаточно плотным быть очень то есть кукла набита плотно в этом ее как бы прелесть набивка набивка плотно делает куклу такой тяжелой весистой и достаточно приятной на ощупь поэтому набиваем плотненько но в меру чтобы все было хорошо теперь когда мы набили мы берем нашу заготовку подворачиваем внутрь и соответственно берем булавочку вот так немножко закрепляем закрепляем осторожно тоже чтобы не повредить себе руки убираем наши булавки и сейчас посмотрим что у нас получается все равно видите но после того надо обязательно хорошо промассировать нашу заготовку распределить чтобы не было таких плотностей иногда конечно я пользуюсь вот так иголочками и соответственно подталкиваю уже как бы распределяю равномерно наш наполнитель и возможно надо еще вытащить и из головы вниз наш наполнитель тогда оно как бы выравнивается и получается очень даже хорошо пробуйте и делитесь своими подсказками если у вас есть какие-то тоже по этому поводу секреты или комментарии вот такая она заготовка должна получиться здесь пока у нас булавочка и мы будем соединять наши ножки с туловищем итак дорогие друзья еще я вам хочу показать свой секрет можно так сказать я взвешиваю свои ручки ножки кукольные потому что я хочу понять насколько у меня правильно они набиты вот ручка у меня одна 7 грамм весит вторая весит 5 грамм 6 6 грамм теперь надо ее донабить тогда я убираю нашу иголочку хочу вам показать наполнитель вот такой объем сейчас мы попробуем набить 1 грамм чтобы вы понимали как важно набить правильно потому что 1 грамм это достаточно большой объем наполнителя и он хорошо уплотняется соответственно это важно проверяйте я для себя почему-то вот как-то пришла к этому и теперь иногда если в чем-то сомневаюсь я проверяю себя взвешиваю свои игрушки теперь булавочку вставляю проверка еще ниже надо вставить булавочку соединяется пальчик вы помните взвешиваем вот 7 грамм теперь симметричные теперь ножки в общем вы видели какой объем на 1 грамм 15 грамм тоже 15 грамм в общем и это у нас 50 грамм если кому-то интересно это взвешивание взвешивайте проверяйте себя на симметричность теперь будем пришивать ручки и ножки и так будем пришивать ножки для этого мы сначала сделаем уберем булавочки и сделаем закрепки на коленках я беру иголочку с армированной ниточкой и начинаю вот так прошивать по кругу вот в этом пустом месте так как у нас тут пустое место мы делаем такие маленькие стежочки по кругу и сейчас будем можно так два раза пройтись стягиваем коленки делаем закрепку таким образом мы делаем все наши ножки и ручки естественно мы ниточку прячем в ножку выводим обрезаем все ненужные ниточки так как у нас будут штанишки то даже если у вас тут какие-то будут маленькие погрешности или узелки это нам не страшно и вот так мы делаем все наши ручки и ножки и так берем нашу заготовку туловища и отмечаем здесь меточками вот такую точечку сгиба раскалываем и сейчас обязательно не забываем лицевое лицо то есть ножки мы будем прикалывать соответственно не вот так а вот так берем ножку прикладываем ее и булавочками пристегиваем одну и то же самое мы делаем со второй ножкой прикалываем сейчас будем пришивать берем ниточку я беру армированные нитки они более крепкие чем обычные нитки для швейной машины они тоже продаются в магазине тканей там где фурнитура спрашивайте вам подскажут продавцы и пришиваем пришиваем я убираю первую иголочку она мне будет мешать показываю все очень детально кому все понятно прокручивайте видео не обижайтесь на меня что видео затяжное делаем обязательно закрепку возможно кто-то не знает как это делать я хочу показать этот фрагмент все мы уже закрепились и пришиваем назад иголочкой то есть и выходим впереди видите ниточки здесь понятно и видно опять назад и вперед ниточки выходим вот таким стежком мы потихонечку продвигаемся вперед это достаточно крепкий шов и можно сшивать детали но все равно там есть маленькие еще такие хитрости это надо уже отдельно видео наверное сниму и расскажу как сшить хорошо деталь чтобы можно было вывернуть и все было так как на машинке в конце я тоже делаю закрепку чтобы наша ножка никуда не убежала вот и переходим к следующей ножке если у вас наполнитель сильно вам мешает вы можете его убрать а потом добавить мне он пока в принципе не мешает продолжаем я не отрывая нитки перехожу на вторую ножку просто оставляем такую ниточку и делаем сразу закрепку вот я закрепилась и убираем иголочку и продолжаем нашу строчку таким же стежком иголкой назад мы пришиваем ножки надеюсь вам все понятно если вопросы какие-то обязательно пишите я стараюсь всегда отвечать мне очень приятно читать ваши комментарии какие-то замечания кому-то что-то очень нравится кому-то не нравится вы об этом пишите мне очень приятно я стараюсь учитывать эти все замечания и мне приятно когда вы пишете очень приятные отзывы за это я вам очень благодарна действительно это окрыляет и вдохновляет спасибо вам дорогие мои подписчики мне это очень приятно литку обрезаем пока чтобы она нам не мешала ее можно не обрезать со временем так что у нас получается вот такая история теперь нам нужно это все соединить вместе мы проталкиваем наш наполнитель и подворачиваем нашу деталь вовнутрь и соединяем булавочкой тут очень туго предупреждаю сразу надо немножечко приложить какие-то усилия сначала я сшиваю именно этот центр не сделали узелок смотрите так как у нас здесь будут штанишки мы сшиваем самой обычной такой вот намёточной через край строчкой убираем уже чтобы нам не мешала булавка делаем хорошую такую закрепку и после этого мы подворачиваем все вместе и вот так вот не спеша вокруг сгиба как вы видите это мы уберем потом узелок вот таким образом я думаю у каждого так получится мы сшиваем наш шов подворачиваем конечно мне булавками неудобно но сейчас я делаю это все на весу я буду все помогать булавками конечно же вот здесь возле ножки мы делаем опять закрепку все им когда мы закрепились она уже не будет распадаться в стороны и теперь мы только захватываем чуть-чуть за ножку и за тело и прошиваем до конца после этого мы перейдем к следующей ножке от центра в сторону или от края в сторону скорее все от края от края в центр вот запуталась немножко напоминаю что ножки вот здесь у нас не сильно набиты практически наполовину они там не нужны там набиты все в конце мы делаем тоже закрепочки и теперь мы будем все то же самое делать начиная с этой стороны или мы можем начать с края ну наверное лучше вот с этой стороны от центра к боку нитку мы прячем обрезаем и все то же самое делаем с другой стороны узелок узелок мы спрячем серединку делаем обязательно закрепку потому что узелки не обязательно могут задержаться в ткани они обычно проскакивают вот таким швом мы прошиваем другую сторону в эту как-то чуть-чуть проще или просто мне так кажется в общем это не очень конечно удобная такая процедура пришить ножки ну если вы будете очень это тщательно делать у вас все получится здесь не надо прям сильно потайными швами потому что у нас все это будет спрятано в штанишках штанишки нас тут пришиваться к телу тут главное сделать это крепко но и все равно достаточно аккуратно аккуратность в наших куколках это обязательная процедура так что учимся делать все аккуратно даже если это все будет прятаться под одеждой так и в конце конечно же мы делаем закрепку прячем нитку обрезаем если вам что-то тут не нравится например мне не нравится все равно вот эти узелки и их просто вырезаем так вот такая у нас уже заготовочка вот такие ножки вот такие они веселые прям человечек такой человечек и осталось у нас пришить наши ручки мы их тоже сделали уже красивые наши локтики это простая процедура завязать эти локтики прошить я думаю у вас у всех красиво получилось теперь нам нужно пришить их вот где-то на таком расстоянии мы подгибаем немножечко под углом так вот где-то чуть-чуть и так подогнули здесь совсем чуть-чуть а здесь больше вот такой иск наискосок и прикладываем к телу если вам сложно понять где ваши буквы проведите линию каранты карандашом специальным фломастером сейчас я вам покажу вот у меня специально такой фломастер буду я вам все-таки показывать приблизительно вот наш бачок и вот где-то на таком уровне где-то сантиметра два от шеи сейчас я вам да вот два сантиметра мы ставим точку отсчета вот здесь соответственно чтобы перейдем пройти насквозь симметрично мы берем иголочку и симметрично прокалываем смотрим на нее прямо и точно так же отмечаем линию убираем иголочку и центр то есть вернее бачок все вот наши меточки теперь мы ручку прикалываем вверху и вот здесь внизу и пришиваем иголочкой с ниточкой армированной по окружности то есть мы наклоняем и так в сторону ручку первая у нас закрепка снимаем булавочку она мешать будет первая у нас закрепка и теперь мы прошиваем тоже вокруг такими косыми стежками берем кусочек за тело и за ручку и вот такими строчками такими стежками мы пришиваем до их видно это не потайной шов ну нам не надо ее прятать это как мы будем одевать ее в кофточку нам главное крепко и пришить это упрощает немножечко для тех кто начинает это очень хорошая кукла тем что здесь не используются потайные швы по крайней мере в теле и в принципе для начинающих это хорошая кукла у всех обязательно все красиво получится поэтому пришивайте и не бойтесь поворачиваем куклу вверх ногами обязательно делаем закрепку подхватываем иголочкой и продолжаем главное крепко чтобы они были у нас хорошо пришиты надеюсь всем понятно кому непонятно задавайте вопросы а кому все понятно прокручивайте видео вперед я буду рада если вам все понятно все одна ручка пришита выводим нитку обрезаем и вот что у нас получается вот такой товарищ обязательно смотрим симметричность потому что первым мы можем пошли пришить и какой-то сдвиг может быть вторую сложнее смотрим симметричность хоть у нас и метки есть но все равно смотрим метки метками но глаз надо всегда быть начеку и проверять симметричность наших пришиваний всех деталей все то же самое согнули и начнем пришивать ну вот и подошел концу наш мастер-класс мы пошили тело нашей кофейной феи вот такое оно длинненькое прям живое такое прям замечательное надеюсь что у всех все получилось такая она застеснялась вот в следующем мастер-классе мы будем одевать ее готовьте ткани для одежды это должна быть цветная ткань однотонная кофточка кружева и штанишки ну начнем с первого это нас будет кофточка будет это первое это ткань на кофточку следующий мастер-класс хочу вас пригласить на мою страничку в instagram magic doll прошу обратить внимание долг в конце три буквы приглашаю приходите в инстаграм я как magic doll а в фейсбуке я елена лазовая приходите на мой канал на 1 и 2 я буду рада вас там тоже видеть ну что ж до новых встреч я надеюсь вам понравился мой мастер-класс все было понятно я вам всем желаю удачных пошивов хороших кукол красивых заготовок до новых встреч всем пока пока